Очередную поездку в Ореховский район народный депутат начал с поздравления работников местной налоговой администрации. «Фискальная служба – это главная точка опоры государства, и ваша работа жизненно важна для нашей страны», – подчеркнул Александр Пиклушенко. «И дурак сможет править в стране, где есть полный бюджет, но ни один умный не сможет править в страну, где бюджета нет». Затем народный депутат отправился на рынок Орехова. Увиденное неприятно поразило. Изобилие товаров и продавцов и почти полное отсутствие покупателей. По словам местных предпринимателей, спрос упал почти до нуля. Люди покупают только продукты и товары первой необходимости. Даже одежду перестали брать. В то же время городская власть и администрация рынка повышают рыночные сборы. Обо всем этом Александр Пиклушенко узнал непосредственно от торгующих. «Если за 30 гривен покупателю дорога маечка, то мне сейчас поставят на него 35. Это же вообще…» «И покупателя срезаете себя?» «Да, получается. А если, допустим, мне ничего не добавить на товар, на то, что у меня есть, я буду вообще тогда…» «Скажите нам, что делается с сахаром. Вот сейчас легли все на дно, и никто ничего не дает». «Сахара на мае?» «Нет». «А цена поползла?» «И поползла цена. На опте, да. Мы торгуем 5 рублей, сейчас предлагают нам 5 рублей». «А ну я вот сейчас председатель комитета, чтобы он с министром связался». Сразу же последовала встреча с городским головой Орехова Михаилом Бережко, руководством рынка и активистами из числа предпринимателей. Ситуацию необходимо выравнивать, но не за счет денежного давления на малый бизнес. Наоборот, рыночные тарифы и сборы как раз надо снижать, настаивает зампредседателя бюджетного комитета Верховной Рады. После общения с жителями Орехова народный депутат и руководство района отправились в село Нестерянку, где был запланирован двухчасовой личный прием. Во время которого замглавы бюджетного комитета в очередной раз убедился в том, что имеющиеся в государственной казне деньги необходимо направлять на повышение пенсии, зарплат и социальных выплат. Люди, записавшиеся на личный прием, высказали массу жала по том, что цены и тарифы растут, а платить за них нечем. Деньги в стране и в бюджете есть. Ими нужно эффективно распоряжаться. Мы не разрешим нынешнему правительству и премьеру тратить деньги на их банки и банчочки. Деньги должны идти населению. Банки должны работать с того, что население оставляет в магазинах. И само собой депутатский прием дал многим людям надежду на справедливость. Вы где-то обратились с этого приводу? Только до их хозяйства, что арендуют землю. Они ответственно давали вам? Тянут, брешут и брешут. Ну, я сразу тогда скажу, для меня это святое дело защиты интересов. Я сразу попрошу районного прокурора разобраться в этом вопросе. В этом вопросе. Ясно. Все? Домовились? Народный депутат встретился и с местным активом партии регионов, рассказал о сегодняшней политической ситуации и вручил портбилеты новым членам партии. А затем в Камышевахе Александр Пиклушенко убедился в том, что один из наказов его избирателей выполнен. Сделано освещение на главной улице поселка. Народный депутат сдержал обещания, данные и воспитанникам Камышевахской школы социальной реабилитации. Этих учащихся Александр Пиклушенко, сам в далеком прошлом воспитанник интерната, взял под опеку еще в прошлом году. Книги, домашний кинотеатр, экскурсия в цирк и на хортицу, а теперь и новый велотренажер. По словам народного депутата, дети, которым не повезло в начале жизненного пути, должны чувствовать любовь и заботу. Только это поможет им стать достойными гражданами.